ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мероприятие, посвященное Дню подмосковных парков, прошло в Электрогорске. Трава у дома. Участники клуба «Активное долголетие» озеленяют территорию комплексного центра. Спортивный обзор. Прогноз погоды. Те, кто сейчас находится на фронте и мужественно защищают каждого из нас, нуждаются в помощи и поддержке. 24 мая из Электрогорского дома молодежи состоялась очередная отправка гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции. У нас сейчас состоится, значит, 21-я командировка в зону СВО. Гуманитарным центром Электрогорского при Доме молодежи собран гуманитарный груз. Опять в большом объеме. Опять будем думать, как запихнуть в нашу не очень громадную машинку. С прицепом, конечно, не очень хотелось бы ехать, но может и такой получиться. В этот раз маршрут следования гуманитарного конвоя несколько изменился. Всем известно о страшной трагедии, произошедшей 12 мая в Белгороде. Жилой дом попал под обстрел в СУ. В нем из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд. Вечером город подвергся повторному обстрелу. События лишили жизни и здоровья ни в чем не повинных людей. Сейчас на Купянском направлении по-настоящему опасно. И там как никогда требуется помощь от наших волонтеров. В этот раз чуть-чуть маршрут у нас меняется. Заходим мы из Белгородской области и идем на напряженное в данный момент Купянское направление. Первым делом туда будет отгружено очень большое количество медицины. Ну и дальше все стандартно по нашим ребятам, по нашим мобилизованным, добровольцам и так далее. Все их просьбы, заявки максимально выполнены. Все, что доставляется нашим бойцам на фронт, собрано руками жителей. Различные медикаменты, одежда, маскировочные сети, генераторы и блиндажные свечи. Многие предприятия, образовательные учреждения и просто неравнодушные люди не остаются в стороне и оказывают помощь на регулярной основе. Огромное спасибо человеческое нашим жителям, нашим предпринимателям, нашим предприятиям, кто из раза в раз остается небезучастные и помогают с закупками, берут на себя какие-то конкретные закупки на целые подразделения. Особо хочется выделить завод «Элемет» всегда очень серьезно участвует и в больших объемах. Также команда «Настя» каждый раз тоже собирает масштабно все. Ну, всем, всем, всем. Тут курочка по зернышку, как говорится. То есть всем огромное спасибо. Я надеюсь, что все будет доставлено ребятам в руки и со всеми удастся повидаться. И вернемся домой. Помогают готовить груз к отправке волонтеры Дома молодежи. Поддерживать наших защитников очень важно, и каждый может это делать, исходя из своих возможностей. Сегодня наши волонтеры принимают участие в помощи, загрузке гуманитарной помощи, которая будет отправлена нашим бойцам на передовую. Я считаю, что сейчас в наше время в тяжелое довольно. Это очень важная работа, потому что нашим бойцам сейчас как никогда нужна поддержка с нашей стороны. Сейчас наши ребята, выполнив свою миссию, уже находятся дома. Все посылки доставлены адресатом, а музей-диорама поискового отряда «Восток» уже успел пополниться новыми экспонатами с зоны проведения специальной военной операции. Но работа волонтеров не прекращается, и бойцам по сей день требуется наша помощь. Сделать свой вклад в нашу общую победу может каждый. Желающим оказать помощь участникам СВО обращаться в Дом молодежи по адресу. Улица Советская, дом 2. Все для фронта, все для победы. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к СВОИМ. Служи по контракту. В Электрогорском лицее открылось школьное лесничество, где ученики 5 класса под руководством педагогов и специалистов лесного хозяйства будут познавать лесные науки и станут активными участниками природоохранной деятельности. Представители лесничества вручили ребятам удостоверения и значки юных лесничих и пожелали успехов в исследовании лесных экосистем. Сегодня у нас состоялось открытие очередного школьного лесничества. Все больше деток мы привлекаем к теме охраны леса, потому что все самое важное начинается с детей. Как мы привьем им любовь к лесу и ко всему окружающему, так оно все дальше и пойдет. Так что, на мой взгляд, и я думаю, со мной многие согласятся, что эта работа очень важна именно начиная с деток. Пожелать можно только успехов, и чтобы они продвигались в этом направлении. На сегодняшний день лесное хозяйство нуждается в молодых специалистах. Ну и начинаем мы с малого. Благодаря занятиям в лесничестве лицеисты смогут понять важность охраны природы и научиться ценить и беречь природные ресурсы. Сегодня впервые в нашей школе ребята из 5-го Б-класса стали друзьями леса, вступили в школьное лесничество. Уже нарисовали эмблему, сами все придумали, сами спроектировали, создали группу ВКонтакте. То есть они уже заряжены на позитив, уже замотивированы на то, чтобы им все это интересно, уже хочется поскорее им выезжать, выезжать, смотреть в лес, изучать там все. В общем-то они прям с радостью для них эти удостоверения, то, что у них форма еще будет, для них это прям полная гордость какая-то. Это очень полезно. Ну, во-первых, как уже сказали, что пожары, проблема пожаров, проблема загрязнения, экология, это очень полезное занятие для ребят. Это полезно для них и со стороны физической подготовки, физической активности, потому что они не будут сидеть в телефонах, они будут активно заниматься, активно какой-то образ жизни вести. И помимо этого, это, естественно, какие-то элементарные базовые знания, ну и углубленные о лесе, о природе, о том, как это важно для них. Занятия начнутся с нового учебного года. Впереди у ребят много интересного, а участие в работе школьного лесничества сможет стать основой дальнейшего профессионального самоопределения. Школьное лесничество вот в рамках деятельности Комитета лесного хозяйства Московской области подразумевает подготовка ребят к детям. Такое направление для подготовки их к школьному слету школьных лесничеств. В рамках этих школьных лесничеств там происходят всякие эстафеты, потом ориентирование, там разжигание костров, установка палатки. Ну вот чисто технически такие, потому что специалисты у нас в нашем Ногильском филиале очень хорошие. Мы рассчитываем сделать расширенную такую направленность. Это типа такого экологического объединения детей, чтобы показать детям, научить их, как надо относиться к природе. Помимо того, что мы будем им рассказывать, как это, как относиться к лесу, конечно, будут практические занятия. Мы рассчитываем и на наши работы их привлекать. Ну, например, там посадка леса, показать, как ухаживать за лесом, виды наших рубок, там лесопатологическое обследование. Ребята это тоже будут делать в рамках вот этой экологической программы. Так что работы у нас очень много. Много интересного, много занимательного. И если кто-то из ребят захочет стать лесником, мы их научим. Для юных лесников открывается интересный и значимый путь в природоохранной деятельности, который не только позволит им расширить свои знания, но и принести пользу окружающей среде. Сегодня нам выдали удостоверение и теперь мы состоим в школьном лесничестве. Мы будем помогать лесу, не мусорить, даже несмотря на то, что мы не в лесу. Экология должна быть стабильной, чтобы миру было хорошо. Школьное лесничество просто будет прививать всем, абсолютно всем, любовь к природе. Наставники будут учить юных лесничих беречь и приумножать лесные богатства и любить природу родного края. Участие в работе лесничества станет важным этапом формировании экологической культуры и ответственного отношения к окружающему миру. Лесные пожары – это опасная и грозная стихия. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, десантники-пожарные, авиалесоохраны, Рослесхоза – надежный щит российского леса. 26 мая в России отмечается День предпринимателя. Это один из самых молодых праздников в России, который подчеркивает весомый вклад малого и среднего предпринимательства в экономику и социальную жизнь каждого региона нашего государства. Праздник предпринимателей является общественным признанием вклада частного бизнеса в развитие современного общества. В течение многих лет бизнес занимает важное место в жизни каждого жителя нашей страны, обеспечивая людей нужными товарами и рабочими местами, предоставляя в ежедневном режиме полезные товары и услуги. Поддержка бизнеса предусмотрена национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», которое реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Большинство предпринимателей начинали свое дело в новых экономических условиях и благодаря упорству, мобильности и умению реагировать на потребности рынка смогли достичь успеха. Уважаемые предприниматели, поздравляем вас с праздником! Желаем крепкого здоровья и уверенности в своих силах, инициативы и предприимчивости, плодотворной предпринимательской деятельности и успешной реализации идей, крепкой и надежной деловой репутации и процветающего бизнеса, который приносит вам удовлетворение, а обществу – пользу. Благотворительное сообщество «Электрогорска» «Солнечный круг» вновь организует забег для детей с ограниченными возможностями здоровья нашего города и городов Восточного Подмосковья. Он состоится 1 июня, в День защиты детей, в городском парке. Начало мероприятия в 17.00. Инклюзивный забег направлен на вовлечение в любительский адаптивный спорт детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, а также для их социального взаимодействия. Дистанция забега составит около 1 километра, поэтому все участники смогут ее преодолеть, а участники, которым понадобится помощь на дистанции, получат ее от волонтеров. Забег пройдет без контроля хронометража. Участники будут бороться в первую очередь самими собой, преодолевая собственные психологические установки и физические ограничения. Именно поэтому организаторы наградят всех участников медалями и подарками, вне зависимости от времени преодоления дистанции. Помимо забега, организаторы приготовили для детей мастер-классы и развлечения. Дорогие родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в инклюзивном забеге, свяжитесь с представителем оргкомитета Полиной Якуниной по телефону. Плюс семь девятьсот двадцать шесть пятьсот тридцать сорок восемь двадцать девять. Она расскажет более подробно о мероприятии и вышлет в форму для регистрации. Ярко в парках. Праздник под таким названием прошел в субботу в Электрогорском парке культуры и отдыха. В этот солнечный и теплый день для детей и взрослых была подготовлена интересная развлекательная программа. Заряд бодрости и позитива подарили гостям занятия фитнес-аэробикой под руководством Марины Замалаевой. Ее энергия и профессионализм помогли всем участникам почувствовать себя заряженными на весь день. Сегодня был спортивный мастер-класс с участием нашего тренера Замалаевой Марины в городском парке. И было очень интересно, увлекательно и спортивно. Спорт – это жизнь, поэтому мы вас приветствуем на наших тренировках, в спортзале. И вообще, в принципе, спорт нужно включать в свой образ жизни, потому что это очень важно. Внедряйте спорт в свою жизнь. Это очень весело, это очень энергично, это очень красиво и, собственно, весело. Познавательные беседы, викторины и другие увлекательные мероприятия в городском парке стали не только развлечением, но и возможностью узнать для себя что-то новое. У нас в рамках областного мероприятия беседа «Парк Электрогорска». И участники узнали об истории парка, то, что раньше здесь была парашютная вышка, тир, карусели. А сейчас парк преобразился, у нас есть детская площадка и также места для отдыха и для проведения мероприятий. Некоторые задания были сложные, но в целом все активно принимали участие и старались ответить на вопросы. Шоу «Иллюзии» погрузило ребят в настоящий мир волшебства. Они с удивлением следили за каждым движением фокусника, пытаясь разгадать его секреты. Также юные электрогорцы с удовольствием поучаствовали в веселых играх и конкурсах, пытаясь победить и получить сладкие подарки. «Я посещаю его так-то редко, потому что я живу почти на другом конце города. Но мне сегодняшний день очень понравился, и я хочу, чтобы он продолжался дальше». В завершении для ребят прошел мастер-класс фотографий. Опытный фотограф поделился с участниками своими секретами и техниками съемки, помогая им раскрыть свой творческий потенциал. «Настроение всегда позитивное. С ребенком часто ходим в парке, часто бывают мероприятия, дети любят. Хотелось бы побольше деревьев в парке, побольше зелени. А так все хорошо, погода хорошая, детям нравится». Ярка в парках стала отличным поводом для семейного отдыха и веселого времяпрепровождения с друзьями. Этот день наполнил нам о важности активного общения, здорового образа жизни и радости, которую приносит пребывание на свежем воздухе. «Здравствуйте. Можно за кабельное заплатить?» «Добрый день. Конечно, можно. Но еще проще это сделать в приложении Сбербанк Онлайн». Для этого заходим в кабинет, выбираем счет, с которого будем проводить оплату. В поиске пишем «Навигатор плюс», как показано на видео. Выбираем кабельное ТВ. Далее нужно указать пятизначный номер лицевого счета, который можно найти в чеке квитанции на оплату или узнать по телефону. Погожий майский денек. На улице тепло, ярко светит солнышко, на территории комплексного центра социального обслуживания и реабилитации кипит работа. Участники клуба «Активное долголетие» высаживают цветы и овощи, чтобы с пользой для здоровья провести время. Сегодня наши активные долголеты. Мы открываем летний, огороднический сезон и сажаем цветы в высоких грядках для души, для красоты. Это грядки у нас при входе, чтобы каждый, кто вошел, любовался. Ему сразу было хорошее настроение, улыбка, радость. И, конечно же, наши долголеты нам в этом помогают. И открываем общественный огород. Посадили немного лука, моркови, редисочки. Что самое необходимое в нашей жизни, наши витамины – это летом. Надеемся, конечно, что у нас все вырастет, что у нас будет хороший урожай. Но чтобы он был урожай, мы обязательно будем ухаживать, поливать, полоть. И все это вместе с нами будут делать, конечно, наши активные долголеты. У нас все получится. Приходите, угостим. После завершения работы по высадке участники клуба поливают посаженные цветы и овощные культуры, чтобы обеспечить им достаточное количество влаги. Они также следят за посадками в течение всего сезона, удаляя сорняки и подкармливая растения удобрениями. С течением времени, благодаря заботе и вниманию жителей серебряного возраста, цветы и растения начинают радовать всех присутствующих. Территория города преображается, наполняясь ароматами и красками. А свежие овощи впоследствии превратятся во вкусный салат с большим количеством витаминов. Мы в активном долголетии не только поправляем свое здоровье, улучшаем свое настроение, продолжаем свою, может быть, даже жизнь. Ну вот решили посеять огород. Время весеннее. Посеяли грядочки, три грядочки, редиску, лучок посадили, морковочку. Надеемся, вырастет. Вырастет, приходите к нам на салат. Участники клуба «Активное долголетие» занимаются высадкой растений уже не первый год. Каждый год мы сажаем и каждый год собираем урожай. И это здорово. Цветы сажаем, сеем, редиску сеем. Ну это все очень здорово. Это мне дочка говорит, мама, ты молодеешь. Ну вот это вот все. Это самое главное. Также такой вид деятельности – это отличный повод лишний раз встретиться с друзьями. Сегодня у меня большой праздник. Я встретился с друзьями. Мы пришли на огород на наш. Этот огород у нас уже не первый год. Мы все лето за ним наблюдаем, выращиваем по возможности и рисочку, морковку, лучок. И сегодня такое радостное настроение, что у нас снова будет расти наша культура. Проводя время таким образом, жители серебряного возраста не только заботятся о своем здоровье и активном образе жизни, но и заряжаются положительными эмоциями. Их старания приносят радость не только им самим, но и всем, кто наслаждается красотой окружающей природы. Успешные, активные и предприимчивые руководители предприятий и организаций, лидеры своих команд, не побоявшиеся однажды взять ответственность за свой бизнес и за свои трудовые коллективы. Предприниматели отметили свой профессиональный праздник. 26 мая отмечался День российского предпринимательства. В преддверии праздничной даты в Паузском посаде прошло торжественное награждение представителей бизнес-сообщества. Поздравить предпринимателей нашего округа приехали депутат Государственной Думы Геннадий Панин и первый заместитель главы городского округа Филипп Ефанов. Очень важно собраться, очень важно посмотреть друг другу в глаза. На таких мероприятиях часто зарождаются элементы внутренней кооперации, когда мы друг другу лучше узнаем в неформальной обстановке и понимаем то, что производит, как это можно применить. Я сегодня вас поздравляю с праздником. Я хочу вам пожелать успехов в вашем непростом деле. Хочу вам пожелать смелее изучать ниши, которые сегодня, я не скажу, не заняты, которые сегодня открылись. Я искренне от души хочу поздравить вас с этим праздником, чтобы бизнес-сообщество Палпасадского округа только увеличилось. И численно, но и, безусловно, чтобы это было видно в структуре доходов нашего муниципального бюджета. Потому что все муниципальные программы и все софинансирование в государственных программах, безусловно, это средства, это доходная часть бюджета. И все вы понимаете, чтобы сделать наш округ еще более красивым, еще более благоустроенным, требуются средства. Поэтому сила, жизненная энергия. Наградами депутата Государственной Думы Геннадия Панина, депутата Мособлдумы Ленара Самединовой, главы городского округа и торгово-промышленной палаты были отмечены более 70 предпринимателей. Люди, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в экономику городского округа и Подмосковья в целом. Предприниматели округа ведут активную благотворительную деятельность, помогают в сборе средств для нужд бойцов СВО. И даже в непростых санкционных условиях продолжают развивать свои предприятия. Прошлый год, как и в настоящее время, были сложными. Потому что у нас масса проблем с тем, что мы, к сожалению, во многом ориентированы и на импортное сырье, и на импортные технологии. А для того, чтобы решать поставленные задачи, нужно как-то находить такие решения, чтобы продолжать выпускать продукцию нужную для различных отраслей и дальше. Думаю, что данный формат имеет будущее, потому что всегда люди хотят общаться в неформальной обстановке, обмениваться мнениями, своими достижениями и своими проблемами. Я думаю, что это очень полезно. Знаковым событием этого дня стало трехстороннее подписание соглашения о развитии медиации в Павлово-Посадском городском округе. Медиация – это есть порядок досудебного регулирования споров, когда люди, особенно это актуально для бизнеса, в стрессовой ситуации, в пике конфликта, садятся за стол переговоров и благодаря медиатору, независимому посреднику, договариваются о решении конфликта на взаимовыгодных условиях. Таким образом, медиация для бизнеса не только полезна, но очень актуальна как инструмент и, по сути, выступает определенной мерой поддержки для бизнеса в очень сложных ситуациях, когда порой выхода нет, а медиация помогает. Сегодня на территории нашего округа работает 27 крупных и средних предприятий и порядка 4 тысяч субъектов малого бизнеса. Это люди, которые много лет трудятся на благо родного города, создавая рабочие места и делая жизнь Павлова-Посадцев более комфортной. Ближайшую ночью ясная погода, температура плюс 9, плюс 11 градусов, давление немного выше нормы. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения. 28 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, ночью плюс 9, 11 градусов, днем от плюс 22 до плюс 24. Ветер юго-западный, умеренный. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова